Новые египетские власти 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 А год уже практически нахождения у власти фельдмаршал продемонстрировал, что он может египтянам обеспечить и стабильность, и безопасность. Какие-то конкретные его шаги очень четко говорят об этом. Все-таки ситуация на Синайском полуострове стабилизировалась. Это факт. Более того, Мухаммед Мурси не мог этого сделать. За год это было сделано. Более того, было продемонстрировано, что власти будут применять силу для разгона демонстрации и вообще для наведения порядка и недопущения дальнейшей дестабилизации ситуации. Власть демонстрирует свое намерение на ведение в обществе порядка. Потом очень показательный визит в Россию и заключение знаменитого военного контракта, что, в общем-то, как я понимаю, было воспринято как такой достаточно самостоятельный демарш во внешней политике. Более того, новые власти продемонстрировали возможность привлечения в страну, если, может быть, пока еще недостаточно широких инвестиций, но достаточно серьезных кредитов. Заключены такие долгосрочные перспективные контракты с Кувейтом, например, который обязался на протяжении ближайших трех лет по минимальной стоимости поставлять Египту нефть в размере 85 тысяч баррелей в день. И сейчас ведутся достаточно активные переговоры по газу. То есть намечаются какие-то вот такого рода долгосрочные контракты. Состоялся визит буквально вот несколько дней назад министра иностранных дел Египта в Соединенные Штаты, опять же. И по итогам этого визита стало понятно, что Соединенные Штаты делают уже, так сказать, несколько шагов назад в своей политике относительно Египта и смягчают свою политику, вообще трансформируют свое отношение к военным. Египет получил, да, или в ближайшее время получит, по-моему, 650 миллионов были договоренности. Конечно, это не те полтора миллиарда, но фактически половину от той стоимости, которую Египет получал. Уже Египту было поставлено 10 боевых вертолетов, заключены дальнейшие соглашения на поставку там, по-моему, танков, дополнительного оборудования и так далее. То есть, по сути, идет процесс реанимирования отношений с Соединенными Штатами. И выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел Египта открытым текстом сказал, что Соединенные Штаты остаются стратегическим партнером Египта. И даже так он как-то очень образно сравнил отношения между Египтом и Соединенными Штатами как такие постоянные семейные, по-моему, он сказал, отношения, а не то, что какая-то временная интрижка. Ну, это, в общем-то, дает основание говорить о том, что Египет, так сказать, возвращается на круги своя и восстанавливает свои позиции. И, видимо, в ближайшее время во внешней политике также будет стараться восстановить свои позиции как крупная региональная держава.